Продолжение следует... 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 сейчас все у нас по закону все все предают для выполнения госзаказов очень дешевые оборудование когда уже начинается у них там невыполнение нормы теме не тут недавно выбирать случай вреда и тогда вот это еще какие-то макаром возникает а так в принципе чтобы вот экспертиза массово проверяла как она проверяет они собрали норм инсталляции застройки вот такого я еще на такой уровень еще никто не вышел зато экспертиза начала трактовали брать в этот самый закон федеральный безопасности зданий сооружений там нашла определение аварийного освещения которые к сожалению у нас трактуется в законе федеральном как освещение функционы что в общем то неправильно когда-то сделали эти самому поскольку закон к нам институт не попадал при это самый вот идет эта ошибка оттуда говорим освещение даже у всех ставить и принять светильники со встроенными аккумуляторной батареи что касается светодиодного освещения здесь вдруг возник в этом году возникла мне проблем которые это уже было закрыто светодиодное освещение у нас введено с 11 года разрешено и не разрешалось она до 16 года только были детские сады и палата больницы в четырнадцатом году мы уже разрешили школах были приняты соответствующие исследования институтом охраны здоровья детей и подростков и после этого было разрешено в школу в этом году возникло возникли два как сказать у нас отставных врача я не знаю не имеет медицинского права скорее всего нет это филиппу дайнека который начал запугивать наш комитет кстати филиппов вошел как эксперт в комитет по безопасности зданий вот запугивать что светодиоды очень вредные что они про это самое представляют синюю угрозу синего цвета и в общем давать их сильно запугали самые не только запугали даже еще снизу не используя технология в вашей информативной документ но если значит всяких народ изучал физику в школе естественно в основе всей безопасности лежит спектр этого излучения изменяющейся литературы сравнение спектра лампа накаливания красной линии вот светодиод современный чем отличается да у него есть синяя линия сейчас уже сильная так сказать уменьшена но это синие очень незначительно если сравнивать освещение неба освещение лампы накаливания освещение светодиоды то у нас под ним гораздо больше синего цвета чем освещение светодиод при светодиодом освещении как по мощности так и по спектру потому что естественно спектр присутствует часть утро фиолетового излучения до вас конечно наиболее опасно это утро фиолетовое излучение и у нас основные глазные заболевания бывают у сварщиков показать что никакой опасности они для безопасного для зрения не представляют они будут естественно быть низкого качества поскольку они все наши сети закупаются в китае они могут не выдерживать цветность искать на излучение могут быстро снижать световой поток но никакой опасности для зрения вот она больше была и притом про тех экспериментов никаких как сказать нарушений причем я хочу сказать что проводились исследований не нами лично я это самую осветительную установку а проводились врачами медик на исключение офтальмолог ну вот здесь например дано сравнение спектра пульсирующая до спектра спектр реминсцентная лампа трехполосной вот три цвета смешиваются получается делать вот эти лампы мы последние 50 лет все так сказать во всех этих учреждениях это был применялся и с точки зрения москва и достижения они более опасны чем светодиоды по трех не бесит немножко ультрафиолетов и у спектра очень трехполосный дорог далек очень спектра солнечного который у нас непрерывности вот но сейчас ситуация развивается еще дальше в каком плане что недавно получили на комитете документы переварну уже евросоюза который изучал как раз этот вопрос потенциальная опасность если вы зайдете в нтд там очень много всякого буса вот и официальное заключение что комитет пришел к выводу что доказательств прямого отрицательного действия включить на широкие своем здоровом населении нет и и в принципе на западе они применяют даже в детских садах мы пока еще это наш распорядка очень осторожны и пока еще такого разрешения не дал ну вот я просто для всех я использую дома вот сейчас вот появились сейчас филаментные такие светодиоды которых есть нитка цвета на сделан виде видените имитирующий спираль вот это помогает а вот совершенно это самое у них достаточно теплый цвет ниже чем 3000 градусов керрина вот и в принципе очень весьма комфортно и эти самые воды но они не демируют то есть вы ее цветовой поток приборчиком из которой уменьшает освещенность диммер вы его ее регулировать не сможете вот здесь вот стоимость хороших светодиодных источников света от 300 до 500 рублей значит единственное что он не диммером еще мне нравится в этом сам блюра продается источник света это польза фирма достаточно световой потоками так не падает как у других источников света я просто не метро и мисточник света рассмотрел оборачиваю через месяц через два у них поток и у семейцы 5 ваттный поток как у 2 1 такая фирма рф она тоже потому что это происходит причина контроли нет за и не организован государственный организовал контроль за тем источниками всех которых нам здесь китай выступают и лабораторные никаких они сейчас не знаю по-моему как не проходит а вот теперь что нам пытаются сейчас втюхать эти самые фирмы которые производят светодиодов для набраны на форум там в этой методике она несколько другая если только вот этих там в одном в одной точке то есть необычный в одной точке собрана ты кристалл синий зеленый и красный то вот здесь вот там синий светодиод а дальше время на форум если этот принцип работает по принципу лиминесцентной лампы где там тоже жесткое излучение ультрафиолета потом уже идет который превращает это видимо излучение если это такой же но особенность таких светодиодов заключается в том что они не эффективны вся эффективность этих светодиодов она исчезает и поэтому широкого применения сейчас в мире не имеют я их в руках сам держал только на картинке и не представляется тоже не размыть и то есть него высокая неравномерность я вообще работая светодиодным излучением могу ответить только одну что это делать чтобы получить хорошее освещение светодиодное в офисе там значит надо вот этот светильник чтобы размыть то есть чтобы не видели эти светодиоды чтобы ордомерность поверхность глава как на игре только поярчика когда получается хорошие это самое когда не слепят а то сейчас наш этот самый любимый только и по офицер приехали в город в переволок у половины них обстоит этой самой лампы местами еще старые половины стоят светодиоды которые проводил это обновление до 9000 тысяч когда они работают на потолок это я естественно вызывает недовольствие вот так что вот эти вот светодиоды с удаленными на форму значит барею как бы еще не аппарат не аппаратированных в общем-то или методик никаких этих самых этих самых они были включены правда очень доброго эскип на дизине типа а вот они приключены вот этот правил который был утвержден в шестнадцатом году вот они у нас есть она разрешает учебном помещении школ применение светодиоды практически всего спектр а это было сделано на основании того чтобы выбрали школы школа измерения проводились который есть подчерстный школа там каждого родители по выбросу что это самое что они согласны что и дети будут участвовать учиться светодиодом освещении на начальных классах и компьютерной школе ну как я позвонил здесь недавно они еще до сих пор стоят и в общем никаких там этих самых таких чтобы так что-то было и это самое уже наверняка у всех газетах был кто-то прожужжал что если что-то там такое случилось вот несмотря на этот появились два этих самых вот эти врача которые спонсированы если врача и отнесли очень большой сам это люди пришедшие из военной отрасли и занимать филиппов и дальнеги занимающиеся занимавшиеся ранее опасность лазерное звучит посещение еще у нас не вошли полностью не адаптировались как в области освещения вот они запугивают самый плохой что запугали наш комитет сейчас министерство сам это качество сейчас значит у нас министерство подготовила вот два изменения которые выбрасывают это сам во-первых и сидел с удовольным напором настрой приводит в соответствии с тем самым санпином который действует по школу но опять же под этим влиянием поскольку они входят вот это самый комитет по безопасности это все сейчас повисло на комитете уже не на министерстве как месяц сказал ребята вот комитет у нас решает и в общем это уже вот месяц 4 не утверждается ты когда я хожу комитет начинаем из ужином рассказывать в какой вредной сотрудники комитет какой вредной на средизотное освещение ну я не собаюсь просто за комитет потому что когда уже перед тем как министерство делала это самому написал изменение значит называли меня это мы писали называли белом доме что у вас там происходит у нас каком-то там они в 2025 году должно быть 75 процентов перейдена на светодиоды вот а вот тут вот как бы сказать оставляйтесь это самое палки в колеса но понять правительство можно потому что если все эти светодиоды так сказать они где-то 8 раз потребляют меньше электроэнергии чем лампы накаливали масштабы всей страны это одна это может быть одна там и точно не построены электростанции дополнительно м